Уважаемые господа, дамы и господа, дорогие наши гости, мы очень рады вас видеть в Михайловском замке. Мы очень рады, что вы нас не забываете, но мы вас тоже радуем выставками, новыми выставками, новыми проектами. Сегодня у нас открывается удивительная выставка, выставка ретроспективная, выставка работ одного из крупнейших мастеров советского реалистического пейзажа. Николай Ромадин. Сегодня вы увидите 70 работ из коллекции Русского музея, семьи художника и частных коллекций. Но, к сожалению, Евгения Николаевна Петрова, заместитель директора по научной работе, заболела, поэтому я взяла на себя смелость представить тех людей, благодаря которым эта выставка состоялась. Тех, кто делал эту выставку и тех, кто помог увидеть те работы, которые вы увидите. Итак, первое слово я предоставляю вице-президенту Академии художеств, заведующему отделом живописи первой половины, второй половины XIX века, начало XXI века, Лениншин Владимир Алексеевичу. Дорогие друзья, коллеги, ромать этого представлять не надо, действительно классик отечественного искусства, выдающийся пейзажист, и в нежный раз эта выставка подтвердит его репутацию, вы это сами почувствуете. Но, как вот мы недавно открывали выставку, Серов не портретист, потому что самому Серову надоело, что все его называют великий портретист, и он как-то раздраженно сказал, я не портретист, я просто художник. Потому что действительно даже настоящий художник, художниками не становится, и все эти рождаются. А потом судьба как-то определяет какие-то дороги, пути, и часто главный пульс, который заслоняет все, он скрывает в водосте что-то другое, очень важное для художника. Ну, как все мы, не то что лучше, чем кажется, но сложнее, вот на каждом месте какая-то такая этикетка. Но на самом деле все-таки человеческая душа как-то хочет чего-то иного. И поэтому на этой выставке, не то что она какая-то переворачивает даже представление о ромате, но она, мне кажется, не заставит, но как-то потолкнет как-то к распышлению, какой-то интеллектуальной такой рефлексии. Мы там спьем в зале, вы видите, там будет только один пейзаж, там его ранние вещи, там вообще нет ничего пейзажного. Он по такому шуму смотрел, смотрелся в картины Эрмитажа. Он вообще такой глубокий интеллектуал. Он дружил с Крустовским. На него, при этом, внимание очень очень взаимное, такое дружба понимания. Они оба чувствовали голоса, слышали голос природы. И поэтому говорили как-то на одном языке и понимали, что слово и изображение, они как бы взаимно необходимы. Они ждут друг друга. И поэтому у него музыка Прокофьева, он театр, он вообще артистичная личность. А жизнь просто делала так, что ушел от пейзажа к пейзажа, от победы к победе. Со стороны казалось, что сплошная удача. Было это. А внутри были огромный комплекс переживаний, разочарования. И вот если вы посмотрите на эту выставку, так не торопясь, вы это почувствуете. Вот мне лично, наверное, довольно хорошо взял по творчеству. Не знаю, но было много нового, как бы делал эту выставку. И вот прежде всего обратите внимание, может быть, на его интерьерные композиции. Вот даже в первом зале вы почувствуете еще, что Федотова повеяла игроками. Потом вот найдете картину Федотова дальше. Вот он, интерьер, это что-то особенное. Это место, вот стекло, оконная рама. Это место встречи как бы внутреннего мира человека и того. И вот это огромный бесконечный мир. А здесь художник, мечты, разочарования. И вот место встречи – это плоскость холста. И все это нас обрежет, это не соприкается. Как-то так легко соприкается желание каждого элемента природы, каждого травинку, каждого морщинку передать, а требует создать какую-то пятна, цвет и все это только кажется. Это почти невозможно. И поэтому ставящий художник, в основном, позволил к невозможному следить в этом прямоугольнике внешнее и внутреннее пространство. Вот этот синий свет, небесный. И вообще движение вы почувствуете, как от таких вещей, и тюбных, и талантливых, невероятных, он переходит к каким-то размышлениям. И сейчас какие-то мифологические образы рождаются. Образы прошлого, великих художников, поэтов. И кончается, заканчивается выставка работой вообще уж такой, ну, как тут сказал, внучка художника, такой представительной райской жизни какой-то. Рассказан, я знаю, где-то там скульптура какая-то, не то античная, не то XVIII века, и наши там березки родные. Вот все это вдруг становится, опять же, становится живописью. То есть он мыслил в живописи. Он не та, что он в собой живет в живописи, в которой растворена жизнь. Он из нее вынимал вот свои, так сказать, образы. В общем, это замечательная выставка. Ее режиссер в этой выставке, кто мне участвовал, расскажет, еще помогал, была Елена Козлова. И я вот пожелаю вам самых хороших впечатлений, передам ей слово. После таких поэтических слов Владимиру Алексеевичу мне осталось добавить немного. Я только хочу сказать, что это, конечно, далеко не первая выставка Ромадина, не в Ленинграде, Петербурге. И выставка проходила и в стенах Русского музея. Он писал об одной из них, что ему передают слова восхищения выставкой в Русском музее. И он не устает удивляться, как трогает людей, его родное, его личное. И я хочу поблагодарить тех людей, тех единомышленников, которые поддержали эту нашу идею выставки. Это, в первую очередь, семья художника. Нина Степановна Ромадина, единственная внучка Николая Михайловича. Здесь присутствуют правнуки художника. Екатерина Шейн, которые предоставляли всяческую помощь и привезли свои произведения из своего собрания на нашу выставку. Глубокая благодарность нашему фонду «Инартикус», которые помогли и собрали для нас в Москве из частных собраний произведения людей, коллекционеров, которые, для которых Ромадин, для которых коллекционирование Ромадина стало вот зовом их души. Хочу поблагодарить сотрудников Русского музея, это реставраторы масляной живописи, это рабочая бригада и сотрудники Михайловского замка. И спасибо вам, что вы пришли разделить с нами наш праздник. Спасибо. Следующее слово предоставляется исполнительному директору фонда «Ин-Арт-Бас» Кондратиной Екатерине Алексеевне. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Для нас большая честь поддержать выставку в Русском музее с русским и предоставить работу из частных коллекций Москвы. С Русским музеем нас связывает давняя профессиональная дружба и мы очень надеемся, что эта выставка послужит еще одним шагом в укреплении нашего сотрудничества. Наш фонд «Инартиус», что в переводе означает с латыни «в искусствах», это некоммерческая частная институция, направленная на изучение и популяризацию классического и современного искусства. И инициатива создания этого фонда принадлежит коллекционеру и меценату Инне Баженовой, которая также является издателем всемирно известной газеты об искусстве, The Art Newspaper. И мы очень гордимся, что мы поддержали эту выставку и что Русский музей также оказал нам доверие и предоставил работу из своей коллекции для нашей выставки Владимира Вейсберга, которой мы открывали наше пространство в Москве. И будете в Москве, добро пожаловать в наш фонд «Инартиус», который находится в самом центре, в музейном квартале между Пушкинским музеем, Третьяковкой и Пирожомой. Мы всегда рады вас видеть на наших выставках. И я хотела бы поблагодарить Евгению Николаевну Петрову и Владимира Александровича Гусева за оказанное фонду доверия. И куратору выставки Елене Козловой большое спасибо за чуткий подход к творчеству художника. И вы сами убедитесь, насколько красиво и изысканно тонко выглядят работы Николая Ромадина. И большое всем спасибо, что вы пришли. Спасибо. А сейчас слово предоставляется Нине Степановне, это внучка художника. Мне, конечно, очень приятно и начать, и прочить свои слова с словами благодарности. То же самое спасибо Росскому музею, спасибо фонду «Инартиус». Прекрасный совершенно каталог, то есть даже монография, можно сказать, и изумительный билет. Все это, конечно, совместный труд. И какая-то новая совершенно экспозиция. То есть она начинается так камерно, и вот эта камерная нота из зала в зал, она удивительно держится и как-то вибрирует разными кранями. Авторам выставки удалось это сделать очень интересно. Это какая-то некая интрига, в то же время очень такая духовная линия, которая чрезвычайно удалась. Так что мы, конечно, наша семья очень признательна Росскому музею, любимому Николаю Михайловичу. Вообще он очень любил Петербург, он копировал. Тут у нас в семье есть копии ваших работ Иванова, копии из Эрмитажа, которые он делал в послевоенные годы. Ну, то есть, конечно, Петербург это был такой любимый город. Он сюда очень часто ездил. Вот, и он был бы счастлив. Ну, и мы за него. То, что так все получилось, блистательно, вы знаете, просто блистательная выставка. Мне остается только поблагодарить и фонд, который привел действительно любовь к художнику. Формально это сделать нельзя. То есть, это так, как оно сложилось, видно истинная любовь к живописи Николая Михайловича. И мы очень счастливы и признательны. И Леночке, которая так прекрасно все написала. Благодарим вас и приглашаем. Ну, вот, речи все сказаны. Теперь настал самый приятный момент. Это посмотреть выставку. Всех вас приглашаем на выставку. Это направо по коридору. Ну, вы помните, где-то у вас Николаевский покой. Ну, а после открытия выставки, самых стойких, мы приглашаем на чашечку чая в четвертый подъезд в овальный зал. Спасибо.